Троекратная «Ура!» звучит на театральной площади Ростова-на-Дону. В городе воинской славы 9 мая ровно в 10 утра начинается военный парад, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. Копия легендарного знамени Победы напоминает нам, как 1 мая 1945-го бойцы Красной Армии Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест водрузили на купол Рейхстага знамя, ставшее впоследствии символом нашей Победы. Ее настоящую цену до конца знают только ветераны, участники тех страшных событий, те, кого мы сегодня можем еще лично поблагодарить за мирное небо над головой. Бывший несовершеннолетний лузер фашистских конфликтов, аж трех. Всей молодежи крепкого здоровья и общаться с ветеранами и продолжать наше дело. Молодежь их дело продолжает. Курсанты военного учебного центра ДГТУ в будущем верные защитники Родины, а сейчас полноправные участники Парада Победы. Это гордость, память, это очень волнительно, торжественно. Все готовы, поэтому все будет на высшем уровне. Ребята свое слово держат. Идеальным ровным строем чеканят шаг по театральной площади. Торжественным маршем проходят и воспитанники второго донского императора Николая II кадетского корпуса ДГТУ. Для нас это очень почетно представлять ДГТУ, наш родной корпус, на таком важном мероприятии. Я участвую не первый год, но волнение снова присутствует, потому что как вспоминаешь события годов войны, сразу захватывает дух, и хоть таким способом хочется дать честь воинам. Вслед за парадными расчетами на площади появляются 70 единиц военной техники. Здесь и машины военных лет, и наши новейшие разработки. Над улицами Ростова пролетают 45 воздушных судов. Ростовские улицы самоотверженно защищали в далеких 40-х и студенты и сотрудники РИСХМА. Их подвиг навечно в сердцах поколения нынешних студентов. Красные гвоздики одна за другой ложатся к подножию памятника воинам-освободителям в студенческом парке. Для меня это гордость за подвиг моих дедов. Хочется сказать спасибо каждому ветерану. Для нас это очень важная дата, мы помним и гордимся. На одной из ростовских улиц сегодня поет и пляшет фронтовая бригада артистов. Это студенты ДГТУ. Они приезжают в каждый дом, где живут ветераны Великой Отечественной. Сейчас они во дворе дома Петра Демидовича Бецутина. Мне сейчас 101 год. Я чувствую себя прекрасно. И еще хочется пожить. Петр Демидович прошел всю Великую Отечественную. Освобождал Донецк, Красноармейск. Участвовал в форсировании Днепра. Воевал в Румынии, Венгрии. Сегодня вместе с ребятами он вспоминает фронтовые песни и дает напутствие молодежи. В этот день хотелось бы пожелать всем, всем, всем. И маленьким, и большим. Счастья, здоровья. Счастья, чистого неба над головой на многие-многие годы. Родинка. Ах, умница. Ой, умница ты. 9 мая – великий праздник Великой Страны. Мы отдаем дань памяти тем, кто отдал жизни за мирное небо над головой. Мы благодарим ветеранов за отвагу, мужество, верность и любовь к своей Родине. И пусть мы, нынешнее поколение, будем достойны наших великих предков, подаривших нам победу. Альбина Кислица, Яков Гордо, ДВТУ-ТВ